Халю-халю! Привет всем, кто изучает немецкий язык. Друзья, в этом видео я хочу вам рассказать про одну ошибку, которую вот как раз сегодня на занятии допустила одна из моих учениц. И, в принципе, я поняла, что такую ошибку допускают очень многие, особенно те, которые пытаются начать говорить на немецком, но думают на нашем родном языке. Это самая большая ошибка, которая приводит к нас или к барьеру к языковому, или пускает нас не в то русло, потому что мы не всегда можем просто взять, перевернуть, как бы, да, вот все слова, погуглить или где-то в словарике и подставив немецкие значения, понимать, что вроде бы там все понятно. На самом деле это все не так. Я люблю всегда такой пример сделать, вот если вы, Даша, вот просто на нашем языке подойдете к кому-то и скажете, о, привет, как идет это тебе? А человек просто не поймет, скажет, что, бибица, что это такое? Ну как, да, мы же хотим узнать, как дела? Мы взяли vi, gate, s, d, поменяли vi на как, да, как дела, как зовут, как. Gate идет, как идет, это тебе. Конечно же, вы видите, что в таком смешном примере сразу идет понимание того, что какая-то конструкция в немецком языке не всегда будет совпадать с нашим языком. Точно такая же ситуация возникает, когда мы пытаемся передать наши мысли, наши чувства, поменяв немецкими словами, и ничего не происходит, непонятно. Man versteht sie nicht. Итак, сегодня хочу именно остановиться на вот таком мини-нюансе, когда мы хотим сказать, ой, я собираюсь там что-то, да, вот там что-то сделать. И тут есть три варианта, да, то есть аккуратно, будьте внимательны. Если вы собираете открытки, марки, может быть, парфюм, духи, и у вас какая-то коллекция, да, то есть что-то вместе в кучках, тогда это будет немецкий глагол sammel. Sammelung – это вот как раз сама кто что коллекция. Ну, кстати, если кого-то в кучку как-то собрали, вы еще уточняете, может быть, например, brief, marken, sammelung, oder münzen, sammelung, да, то есть денежные монетки кто-то собирает, или eltermversammlung, elterm – это родители, и вот их всех вместе в кучку собрали, и получилось родительское собрание. Сейчас в данном случае будьте внимательны, если вы собираете кого-то, тогда берем глагол sammel. Но если мы собираемся что-то сделать, поехать, купить, уже мы не в кучку всех подряд, да, в одно место собираем, а получается, что сейчас понадобится совсем другой глагол. И вот то, что мы думаем, собираюсь, как бы планирую. И теперь берем второй глагол, и это vorhaben. Vorhaben дословно переводится как бы иметь что-то вот vor, впереди, перед собой, или синоним – это planen. Мы что-то планируем сделать. Was haben Sie am Wochenende vor? То есть, что вы имеете, какие планы у вас перед собой, вот этот vor всегда показывают. Что вы планируете на выходных? Это планировать, собираться, что-то сделать. Вот уже совершенно другой перевод, совершенно другой глагол. Ну и третий можно также взять в кучку, когда мы собираемся, но мы делаем готовность к чему-то. То есть, мы собираемся, мы готовимся, да? Чувствуете, здесь уже немножко другой вариант. И это будет глагол vorbereiten – подготовиться, да? Опять-таки, к какому-то событию, к какому-то мероприятию. Ich bereite mich auf meinen Urlaub vor – и опять отрезали ударную приставочку. Вот такое маленькое, казалось бы, собираюсь, да? И можно из этих трех глаголов взять тот, который будет уместен в конкретной ситуации, ну или наоборот, запутать слушателя, взять не тот глагол, который нужен. Желаю вам alles gut, используйте их правильно. Und tschüss, пока-пока!